Ольга Фёдоровна, добрый день! Здравствуйте, Анна Ивановна! Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Анна Ивановна, нам с вами надо менять название нашей передачи уже «Ни ног, ни дивана», поэтому со следующего месяца она будет называться по-другому. Как я не знаю, и мы просим наших уважаемых зрителей подсказать нам, как, вы думаете, можно было бы назвать наши беседы с Анной Ивановной? Анна Ивановна, что мы будем сегодня с вами обсуждать? Мы будем обсуждать, что мешает объективно мыслить. Не только объективно, но вообще мыслить. И мыслить. То, что люди, это я уже от себя добавляю, потому что многие люди думают, что они думают, но они не думают. Они делают что-то другое. Нам надо понять, мне кажется, что надо хотя бы более или менее понять, что такое мышление. Мышление – это объективное отображение действительности того, что есть. То есть у нас, когда мы говорим «отображение», у нас есть как будто плоскость, на которой отражается то, что происходит, и мы в состоянии это как минимум поназывать истинными именами. То есть всё начинается с называния того, что происходит. Но уже потом, если хватает мощности процессора, то это можно и проанализировать, и сделать выводы, и, соответственно, исходя уже из этих выводов действовать. То есть объективное отображение действительности, потом анализ и потом синтез. Если хватит мощности, потому что отображение действительности, тут уже может всё не случиться. Да, и тут, наверное, надо понять, должна появиться субъективность. То есть субъективное восприятие и объективное восприятие. Ну, прям глыбами кидаться, значит. А, пардон. Давайте будем... Не-не-не, я не критикую вас. Я думаю, что для наших слушателей это не очень понятно. Что это такое? Объективное, субъективное восприятие. Давайте, может быть, пойдём с вами в далёкое прошлое и поймём, откуда мы начинаем свой путь. Давайте. Откуда же мы его начинаем? Первоначально нас интересует, как нам выжить. Как только мы родились, исторглись из рая, мы думаем о том, как нам выжить. Потому что громадное количество желаний и никаких возможностей. Никаких. Ни сказать ты не можешь. Ни пойти ты никуда не можешь. Лежишь себе в колясочке и можешь только горько плакать. Или молчать. Или спать. Поэтому то, что вы назвали глыбой субъективность, это как раз про наше выживание. Когда мы думаем о том, как бы нам выжить вообще в этом мире. Поэтому первоначально наше мышление вполне себе утилитарное. То есть применительное. Вот это, что делать, это как раз-таки вопрос оттуда. Что мне сделать, чтобы получить желаемое. И то, что вы назвали субъективностью, это как раз мышление из того, как мне выжить. У нас, по идее, этот процесс, ну, такое мышление, да, и что мне делать, он должен трансформироваться со временем. Я думаю, что скорее человеку, человека должно начать интересовать нечто большее, чем только удовлетворение его потребностей. Вопрос, что делать, он остаётся. Но объём реальности, который личность обрабатывает для того, чтобы принять это решение, что делать, он зависит не только от интеллектуальных возможностей личности, но ещё и от её эмоциональности. То есть, когда мы в режиме выживания, мы на нервнике. У нас все эффективные эмоции именно из режима выживания. Именно когда нам мерещится нападение, например, на нас, вся наша система взвинчивается для отражения удара, и весь ресурс, который мог бы пойти на осмысление, на мышление, на попытку понять, что происходит, он расходуется на эмоционирование. То есть, в моменте у нас наши возможности не ограничены. И мы эту энергию, это сознание можем перегрузить мгновенно эффективными эмоциями. То есть, если вы мне что-то говорите, а мне кажется, что вы меня атакуете, то я перестану слышать вашу членораздельную речь, а именно те слова, которые вы мне сказали, и буду сосредоточена на том, как мне реагировать на нападение. То есть, получается, восприятие сужается до какого-то как будто узкого коридора, где мне нужно защитить себя, например. Такое туннельное мышление, где у меня есть только одна единственная цель, и она однозначна. Потому что, когда мы говорим про мышление, мы говорим про неоднозначность. Там минимум должно быть это-это или это-вот-это. На меня напали или на меня не напали. То есть, там должен быть хоть какой-то выбор. Вот поэтому люди мыслящие – это люди свободные, потому что у них есть множество возможностей хотя бы на то, как прореагировать на реальность. А когда человек в режиме выживания, он робот, он на рефлекторных дугах, он реагирует однозначно и категорично на всё. То есть, фактически, человеку приходится преодолевать свою животную природу для того, чтобы стать мыслителем, хомо сапиенсом, разумным. Только ли эмоции дают это искажённое восприятие? Или, может быть, в психике есть какие-то вещи, которые безэмоциональны, но искажены? Нам предстоит преодолеть мир имени себя. Мы находимся в начале нашей жизни внутри утробы, внутри плаценты. И в этой плаценте, в этой утробе мы продолжаем существовать, несмотря на то, что родились. Мы, как улитки, носим им мир имени себя, постоянно собой. То есть, мир имени себя – это мир, где я счастлив, где у меня нету недовольства, где у меня нету неудовлетворённости. И в этом мире имени себя человек не учитывает ни других людей, ни последствий. Ну, например, мне кажется, что вы меня атакуете. Я вас атакую в ответ. Вы даже, если не атаковали, начинаете защищаться от моей атаки. У нас с вами возникает конфликт. И мы в этом конфликте теряем с вами отношения, потому что мы наговорили с вами друг другу такое, что уже забыть невозможно. Здесь я, защищая себя, иду на поводу собственных рефлексов. Моя система безопасности говорит о том, что есть опасность, и мне надо защищаться. Я здесь не думаю о том, а что будет потом. Вот когда мы заперты в мире имени себя, нам весьма сложно подумать, а что будет потом. Мы реагируем своим «хочу» всё время. Для нас «хочу» — это наше знамя, наша религия. Фактически человеку надо начать сомневаться, ему надо преодолеть эту сигнализацию, инстинкт самосохранения для того, чтобы стать мыслителем, а не удовлетворителем себя. Есть какие-то обязательные условия. Странно будет. Может быть, это какие-то базовые, которые должны быть удовлетворены у человека для того, чтобы он вышел из этого «хочу» и, по-моему, и сделал шаг в это мышление, возможность мышления. Человек может быть в достаточной безопасности, сыт и под крышей своего дома. Но это не гарантия того, что человек начнёт мыслить. Скорее, это отказ от желания диктовать миру свои условия. Когда у нас есть неудовлетворённость базовых потребностей, таких, например, как еда, жильё, сон, то на мышлении энергии нету, потому что мы затоплены эмоциями из этих базовых потребностей. Мы тогда, нам тяжелее преодолеть этот зов зверя, скажем так. То есть, когда у меня небезопасность, мне сложно мыслить о каких-то категориях, например, как устройство внутреннего мира. я убегаю от опасности или же я добываю себе пропитание. Это как начинающий специалист, например, начинающий психолог. Ему достаточно сложно уделять внимание качеству своей работы, потому что ему, например, надо зарабатывать. у него цель совсем другая. Не исследование, а заработок. Не упустить клиента. Но в то же время, если я, например, меня обеспечивает муж, и я работаю для себя, то мне тоже сложно быть включенной в работу, потому что она для меня не так уж и важна, она для меня развлечений. Я туда не вникаю. То есть, фактически, мне надо стать где-то на стыке моего режима выживания и моей устремленности вперед. Необходимо учитывать и то, и то, потому что люди часто борются. Например, они слышат слово субъективность. Если им говорят, что они субъективны, они обижаются, им кажется, что про них сказали что-то плохое. И они начинают сами бороться со своей субъективностью. Это становится ругательным словом. Они про других говорят. Да, ты субъективный. Хотя без собственной субъективности, без собственных инстинктов человек не в состоянии читать эту реальность. Ему нечем её читать. То есть она должна отобразиться на его живом, на его теле, на его зверином. А уже расшифровать это надо сознанием. Если мы боремся с субъективностью, мы убиваем тело аскезами, или же мы испытываем отвращение, мы такие духовные, то мы улетаем, как воздушный шар, в любую фантазию. Мы тогда не имеем датчиков на Земле, которые могли бы показать нам, что мы сейчас фантазируем, например. Вот поэтому люди незрелые, занимающиеся духовностью, они сводят себя с ума. Они становятся более сумасшедшими, а не более мудрыми. Интересно про датчики. Это было бы каким-то таким, не побоюсь этого слова, мощным помощником, когда ты вместо объективного находишься в этом своём, в своей только призме восприятия. Давайте на каком-то примере. Вот, например, наша встреча началась с того, что вы сказали, есть субъективное и объективное мышление. Когда я вам сказала, ну вы глыбами кидаетесь, Анна Ивановна, у вас был момент ощущения, что вы сказали что-то не то. Я как будто ругалась на вас. Ваши датчики так сработали. Как будто я недовольна тем, что вы сказали. Да, потому что какая-то часть восприятия, она, вот, наверное, вот этот узкий коридор воспринимает именно так. Так, это будет первая реакция. А потом я понимаю, что, ну вот, как бы, я так сказала, и, скорее всего, вот у меня записано там 9 вопросов, и они тоже как глыбы. То есть это свойственно мне, и это ок. Но первая реакция, ну, она какая-то была там секундная, да, потому что я извинилась, но на самом деле перейти в понимание, вот так, чтобы я сразу понимала. Анна Ивановна, вы уже ушли очень далеко сейчас. Уже до... нам уже достаточно вашей первоначальной реакции. мы на ней остановимся. То есть ваши датчики реагируют на это, как на нападение. И здесь надо или в ответ на меня напасть, или напасть на себя. Например, вы могли бы сказать, Ольга Фёдоровна, вам не угодишь с вопросами. Это была бы такая пассивная агрессия, защита себя, своей правоты. Или же могла быть агрессия на себя. Я опять сказала, какую-то глупость. Вот мы на этом перекрёстке, стоя с вами, понимаем, как работает наш инстинкт самосохранения. Вот мы с вами пишем эту передачу, пока школа мышления не началась. Получается, в воскресенье выйдет, в субботу будет первая лекция. Мы на ней будем подробно про это говорить, например, разбирать. Но здесь для того, чтобы выйти в мышление, это надо преодолеть. Например, что почувствовала я, когда вы задали вопрос, есть субъективное мышление и объективное. Эти вопросы, они глобальные. И я понимаю, что если мы туда с вами уйдём без преамбулы, то многим людям будет непонятно. То есть я тоже это восприняла как нападение своими датчиками. Как нападение на запись удачной передачи, как говорит Екатерина Юрьевна. Привет вам, Екатерина Юрьевна. Моя любимая передача, она называет, с ногами на диване. То есть я почувствовала угрозу качеству и я могла ощутить злость на вас в этот момент, назначить вас ответственной. То есть на инстинкции самосохранения вы были бы у меня плохая, которая задаёт плохие вопросы. если бы я не взяла ответственность за происходящее, даже не ответственность, а если бы я не увидела широко то, что происходит. То есть широта восприятия без инстинкта самосохранения состоит в том, что я отказываюсь от оценочности. Я помню цель, помню то, что мы говорим для других людей. Здесь нету плохих и хороших. Здесь есть цель, которой подчинена нашей беседе. я понимаю, я понимаю, что далеко не всем вообще будет понятным, о чём мы говорим, но таким образом я проявляю заботу как о людях, которые нас будут слушать, так и о себе, как об специалисте, который выпускает качественный и стремящийся к тому, чтобы его поняли контент. Вот я вышла сейчас за инстинкт самосохранения. Я руководствуюсь большей целью, чем просто рефлекторная реакция на то, что вы говорите. Такое ощущение, что это будет утрировано, конечно, про меня, да, это тоже сейчас будет глобализация, идеализация, но такое ощущение, что я мыслю из вот такого вот вот такой вот плоскости, да, а вы как будто стоите и видите стадион. но по факту совсем по-другому. По факту я наоборот скорее вижу на этой маленькой синенькой площади маленькие царапинки, маленькие детали, молекулярный уровень. Я вникаю в ту суть, которая содержится в моменте, я ее распаковываю. Суть это не стадион, это наоборот микроскоп. Я достаю микроскоп и смотрю в моменте, что происходит. Это весьма сложно делать, когда это касается лично меня, персонально меня. Например, когда я читаю какой-то комментарий, где тыкается пальцем в меня вот этот блогер или вот это Демчук, и в этот момент мне сложно воспринимать это не как про меня. Мне сложно отделить написанное от собственной личности. не помогает это сделать пониманию, что этот человек не знает меня. Он не пишет мне, он пишет некому манекену. Еще сложнее, когда твой близкий человек говорит, посмотрела твой ролик, ничего не поняла, не помню, про что ты говорил, ничего не понятно. То есть здесь все время тебе надо как будто разрешать себе реагировать вот этой системой, вернемся, сделав большой круг, к датчикам. Ты одновременно реагируешь своим инстинктом самосохранения, своей системой, ты позволяешь ей ощущать грозу, ощущать боль, ощущать злость, но это не становится твоим руководством к действию. Ведь если бы я сосредоточилась на злости, на вас, от вашего субъективно и объективно, то я бы начала, я могла бы подумать, почему она задает мне такие неудобные вопросы, она что, не понимает? Мы так часто про близких думаем. Почему ты так говоришь, ты что, не понимаешь? Тогда я с вами в слиянии, я тогда не общаюсь с вами, как с отдельной Анной Ивановной, общаюсь, как с своим обслуживающим кофеваркой какой-то своей. вы должны соответствовать тому, что я ожидаю от вас. Я уже включила вас в мир имени себя. Я уже буду требовать, я буду иметь право злиться на вас за то, что вы задаете мне неудобные вопросы. Да, или что-то вроде Анны Ивановны, как всегда, с большими кусками. Ну вот, тоже. Ну да, да, но это претензия личная вам, это не мышление. Это не мышление объективное, это мышление как раз из субъективности, где я обрабатываю только свои рефлексы, только свои чувства, где я не обрабатываю, где я всё воспринимаю как персонально для меня, как нападение на меня, как неудобно мне, как она мне не то говорит. Она для меня сказала то, что меня фрустрировало. Здесь всё время я. Я не могу помыслить о том, что происходит ни с вами, ни с собой, ни вообще в нашем контакте. Я вообще забываю, какую мы пишем передачу сейчас, какое видео, на какую тему, потому что я становлюсь пленницей своих переживаний, своего недовольства. и тогда если я это не пойму, то я начну мстить вам. У меня будет эта злоба, презрение и недовольство, и оно будет ощущаться в диалоге. а если бы это было если ну это тоже будет про эмоции, если бы это было про стыд, вот вам стыдно, что я задала такой вопрос, когда мы пишем передачу. но если мне стыдно, то я еще больнее. Когда мне стыдно, тогда вы вообще часть моего мира, вы моя какая-то рука или нога. и если мне стыдно, то у меня мой идеально, моё идеальное я до неба. Стыд в той ситуации, которую вы описали, это про очень идеалистическое представление о себе, о том, когда должно быть. Вот в мире имения себя идеальное я, это у которого всё гладенько, у которого нету ни проблем, ни неприятностей. Там всё чистенько, гладенько и предсказуеменько. И ему всё время стыдно, что не так, как ему хочется, что его воспринимают не таким великим, как ему хочется. Это то, что больной самолюбие называют, то, что мир не так хочется, то, что проблемы возникают, их надо решать на это злость. То есть норма и точка ноль это идеалистическая, удовлетворяющая все потребности, восхищающаяся мною реальность. И поэтому будет постоянный инстинкт самосохранения всеми красными лампочками возможный. чем у меня больше требований к этой реальности, какой она должна быть, тем больше у меня будет боли и злости. Мне будет сложно мыслить. да, и если бы например это была обида или недовольство, даже может быть без каких-то комментариев, это же тоже была бы агрессия, только в такой какой-то я бы наказывала вас за то, что вы не позволяете мне расположиться в пространстве идеально. Вот это мне за вас стыдно, это я фантазирую о том, что я идеальная, видео идеальное, и вы нарушаете эту идеальность. Мне за вас стыдно, я как будто отрекаюсь от вас и выталкиваю вас из этого круга, у меня тут все идеально, но только вот помеха есть. Спасибо, класс, я перенесла сейчас на внутренний процесс, и понимаю, что мой внутренний процесс, если мы говорим про выживание и вот то животное часть, и что делать, и как защищаться, то именно это он и есть. То есть это мое восприятие себя не идеальной. И в этом много эмоций всегда. вот эта неидеальность, она эмоционально заряжена, неидеальность мира заряжена, неидеальность других людей. То есть если я развиваю свое мышление, оно гибкое, то обрабатывая реальность, у меня есть возможность найти некое максимально оптимальное решение или действие для этой проблемы. например, когда вы сказали субъективное и объективное, я говорю, давайте вернемся к началу для того, чтобы было понятнее, откуда это. Потому что если мы начнем с субъективного и объективного, то мы можем войти с вами вот это субъективное ругательное, а вот это объективное идеальное, вот то самое идеальное, к которому мы стремимся и мы таким образом как будто опять окажемся в нашем инстинкте выживания, просто теперь идеальность это объективность. Я, увидев эту угрозу, развернула сюжет, нашу линию разговора. вот это и есть мышление. Вот сейчас я разбираю это, я демонстрирую мышление там, где я на своем зеркале сознания отобразила происходящее. Я назвала это своими именами. Видите, я показываю, как не заиграться в это. Стыдно, она плохая, я плохая, я не идеальная. То есть если я начинаю играть в эти игры, то моего сознания, моё сознание, оно обрабатывает совсем другие элементы. Оно строит домик вот из этих элементов про меня что-то, про меня идеально. Когда я отображаю это как происходящее, здесь есть вы, здесь есть я, здесь есть контекст нашей встречи. То есть я, когда мы с вами, например, общаемся без видео, я с вами так не разговариваю. Я разговариваю по-другому. Здесь мне надо помнить, по какому поводу мы собрались, какая у нас тема, то, что мы записываем видео, видео для людей. Я приблизительно представляю свою аудиторию, что ей будет интересно. И когда ты держишь всё это, то тогда становится как бы немного тяжелее мыслить. Ну, мыслить, потому что тебе надо учитывать все эти параметры. И мы с вами часто после с ног на диване, не знаю, как вы, но я, я устаю, я опустошена, потому что я очень сконцентрирована на том, что я говорю, я как будто жонглёр, который постоянно жонглирует десятью апельсинами. Есть усталость от этого мышления и концентрации. А у меня усталость от напряжения и переживаний внутренних. Почему от переживаний? Ну, потому что вот допустим, я готовлюсь. Я попыталась подумать как бы какие вопросы, о чём говорить. Вспомнила в какой-то книге я читала про или Соломона Резника или кого, про нарушение мышления и про то, что многие из нас, грубо говоря, этим страдают. То есть мы приходим на анализ, мы пытаемся как мыслящих людей единицы. Я называю те, кто находится в режиме мышления чаще, чем в режиме обрабатывания собственных эмоций и переживаний. Таких людей очень мало. Я сама изредка перехожу в режим мышления, а потом опять возвращаюсь в немышление режим. я даже смотрю на вопросы и вроде бы я когда готовилась я старалась ну как бы я старалась нейтрально к этому относиться, то есть у меня не было заряженности про то, что вот сейчас там будет субъективность, ее надо как-то называть плохой, но в целом мои записанные мной вопросы говорят о том, что ну вот как все-таки что мешает этому объективному мышлению и что же делать с этой вот как будто бы плохой субъективностью, то есть я как будто как какой-то учитель ее надо постичь, да, а я пришла как с методичкой, то есть безусловно, что где-то есть там какое-то, ну то есть я не говорю, что я прям совсем Анна Ивановна, попробуйте, вот вы сейчас излишне оголяетесь перед аудиторией, им нравится, когда вы демонстрируете свою уязвимость аудитории, потому что это всегда дает возможность самоутвердиться, но эта оголенность, она она излишне сейчас, попробуйте говорить об ваших процессах, не бичуя себя сейчас прилюдно, ну в вашем в вашем монологе сейчас есть такое бичевание в себе, вы как будто ругаете себя, вот а я пришла с этим, как будто методичка, попробуйте для того, чтобы выйти сейчас из переживания, можно говорить о том, что я пришла с одними вопросами, а сейчас у меня возникают другие, у меня сейчас как будто иная система координат, из которой я смотрю, или иной угол зрения на эту тему. Да, это так и есть, но без но, я захожу действительно вот с какой-то этой субъективной идеальностью, то есть вот какое-то, я, наверное, сейчас не могу это объяснить, то есть это в целом какая-то моя манера вот так вот заходить, и сейчас я понимаю, я вот пишу за вами, я понимаю, что вопросы будут совсем другие, вопросы я могу задавать только плетя как бы вот эту ниточку за вами. Это меняет глобально какое-то моё представление. Но наши с вами встречи, они же так и проходят. Да. И ваши вопросы, и мои мысли, они рождаются спонтанно, и в этом вся прелесть этого цикла в том, что люди, они видят, живое общение, живое мышление в моменте, нету заготовленного. Они с нами как будто вместе создатели, они видят, как это рождается, как это появляется, и они участвуют вместе с нами в слушании лекций или слушании какого-то ролика, к которому, например, я готовилась, здесь понятно, здесь уже пережёвано и выданное, а здесь как будто мы все вместе участвуем в моменте созидания этих мыслей, в этом есть красота. А заготовленный вопрос это заборчик, по которому мы идём, но этот заборчик не позволяет нам делать вылазки в большую территорию, которая есть помимо этого заборчика. Я вас всё время от этого заборчика утаскиваю. из манежек забирайте. Я говорю, пойдём тебя вот там посмотрим, ещё лесок есть, там речка есть. Вот это и есть мышление, а манежек это как раз таки и есть наш инстинкт выживания. Но я, например, общаюсь с вами, я не вылажу из своего манежека. Я продолжаю чувствовать свою субъективность. Я вот опираясь сейчас на своё тело я вижу, как нарастает у меня чуть-чуть усталость. То есть я уже сейчас более уставшая, чем была в начале. И благодаря своему манежеку я, например, понимаю, что надо уже остановиться и дать вам слово. Именно манежек мне это подсказывает. Получается, что сейчас в записи можно посмотреть в моменте, понять, как это происходит. То, что вы разобрали. Но как будто бы ты хочешь сделать так же, но понимаешь, что по каким-то причинам ты этого не делаешь. из-за эмоций, из-за ну вот то, что мы обсуждали, то, что вы говорили. И получается, тебе тоже так хочется, но ты как будто не можешь сделать вот это даже маленький шаг и, например, сказать о себе не путем оголения и самобичевания, а как-то по-другому. То есть как будто хочется сразу съесть весь торт. То есть как будто если я должна заговорить, то я должна заговорить только как Ольга Федоровна сразу. Ну вот какое-то такое есть это или жадность или что это такое. ребёнок учится подражательством. И многие люди играют в семью, они играют в профессионалов. Они не в самодельшние профессионалы, а это такая игра у них. и эта игра я как бы врач, но не в самодельшней. Вот это инстинкт самозванца, который появляется. Человек понимает, что он играет сейчас эту роль. Но эта игра даёт возможность как будто преодолеть много тысяч парсеков. как будто я уже могу это делать. То есть я хочу вот этих семь километров не проходить, давайте, не парсеки, а семь километров не проходить, и я хочу сразу оказаться в точке, где я хотела бы быть. У меня есть такое хочу, я хочу говорить, как она, я хочу, хочу говорить, как она, у меня не получается говорить, как она. То есть фактически слушая речь мою можно не учиться, а можно сидеть и ненавидеть себя, или ненавидеть меня за то, что я так говорю. Тут ещё вот этот размер, что как будто не знаю, вот как растёт растение. Вот у меня орхидея выпустила ветку, но видно, как она там по чуть-чуть добавляет. как каждый там день по миллиметру, да, или по два в зависимости от того, где она стоит, вырастают эти паростки, вырастают эти бутоны, а получается ты как будто сразу хочешь всё. Вот хоп и ты даёт. это прожелаемое и возможное. Как будто человека не интересует, что он может, его интересует, только его хочу. Он не опирается на себя реального, что я могу. Вот я училась мыслить, когда читала людей, которые умнее меня, и пыталась понять смысл, который они заложили в эти мысли. Или слушала людей, которые умнее меня, и пыталась понять, как они мыслят. То есть фактически обучение мышлению невозможно в одиночестве, потому что ты будешь обрабатывать реальность тем же способом, которым я обрабатывал до этого. Тебе как будто надо снять матрицу чужую, понять, как человек мыслит. То есть человек что-то пишет, и ленивый ум, он говорит, это непонятно, это слишком долго, это тяжело. И он отказывается от этого, потому что он ощущает несостоятельность, и он ищет способ быстрее этому научиться, потому что это долго. Обучение мышлению это всё время пребывание в неполноценности, в несостоятельности, когда ты точно понимаешь, что ты не понимаешь, но ты хочешь понять. и учиться мыслить можно только у кого-то. А можете как-то подробнее рассказать про вот это состояние несостоятельности, но при этом как, не потери себя, не потери чувства собственного достоинства? потери себя и потери чувства собственного достоинства не будет, если я в реальности, если я не в идеальном я. все претензии и аутоагрессия они идут именно из идеального я. Когда человек слишком озабочен собой, я не понимаю, для меня это сложно. Здесь нету сосредоточенности на мысли, здесь нет сосредоточенности на смысле, на том, что другой говорит. здесь постоянные мысли только о себе. И мало того, что мысли только о себе, и человек начинает эмоциями затапливаться. Когда он не пытается постигнуть суть, а затапливается изнутри эмоциями, и он не устает, а он уже ничего не соображает. Вот у меня же есть опыт проживания во шрамах, когда нас там заставляли для того, чтобы поработать с эго, делать дурную работу. И когда ты приучаешься делать, потому что это надо, и не эмоционировать на это, ты становишься делателем без эмоционирования. А многие люди, вот ко мне люди ходят на консультации, и самая моя главная проблема это в том, что люди платят деньги, чтобы слушать меня, тратят свое время, чтобы слушать меня, но при этом они предпочитают быть в монологе, или же когда я что-то говорю, они слушают это как ребенок, который пьет молоко матери, он не думает, как ему самому начать молоко, он слушает и все равно остается при своем, то есть я постоянно преодолеваю заскорузлую устоявшуюся структуру, которая даже если чуть-чуть пошатнется от моих слов, этот человек уйдет и потом полностью восстановит это все, то есть фактически клиент находится с аналитиком все время в противостоянии, вот это понимать, что наша система она пытается сохраниться, а для того, чтобы ей сохраниться, ей надо сохранить свое постоянство, и ты слушаешь, и тебе надо как будто сто раз послушать, для того, чтобы хотя бы чуть-чуть измениться и понять, вот люди, которые слушают что-то фоном, это полная профанация, если человек не записывает, не осмысливает, это дело не вида, что я что-то делаю, и вот это понимание, что ты все время хочешь увернуться на то, как и было, то есть ты все время преодолеваешь притяжение и земли, чтобы взлететь, и некоторые люди, они говорят, так что мне вообще перестать себя учитывать, про себя думать, это можно делать, если свести себя с ума в духовных практиках, например, можно, тогда ты вообще не понимаешь ни кто ты, ни что ты чувствуешь, ты полностью оторвал, перерывал контакт, а так у тебя очень много себя, на самом деле, ты себя не потеряешь, тебе надо научиться мыслить большими мыслями, чем вот я, я написала, я сказала, я подумала, а я вот вижу, что я не то написала, вот это мышление внутри манежа, там, где я. Когда-то на Сталкере была, шла речь про осознанность, и как-то все задавали вопросы, вы сказали, что надо начинать, там, а говорили еще про осознанность и про эмоционирование, вот, вы говорили про то, что, ну, практику можно начать, там, открывая дверь, внутри понимать, что с тобой происходит, вызывая лифт, то есть, это какие-то абсолютно мелкие вещи, то есть, получается, что пока человек, грубо говоря, не начнет тренировать вот это без я в каких-то маленьких, возможно, бытовых моментах, ну, как бы прыгнуть, перепрыгнуть реку вообще не получится, ну, ее не получится перепрыгнуть, я хочу, знаете, как, с чего, на то, что вы сейчас говорите, вот вы как про Орхидею говорили, это говорили, это красивые слова, но у них нету сути, для того, чтобы понять суть, надо немного по-другому это говорить, а как, ну, понимаете, это как Орхидея, которую растит, это начинать в маленьком, ну, оно непонятно, оно звучит красиво, но оно как будто недоверящее для ума, вот, например, школа мышления, первая лекция, она полностью состоит из моих диалогов с таксистами, таксисты и курьеры, таксисты и курьеры, это когда ты учишься в мелких ситуациях понимать то, что происходит, вот, ваше рассуждение о доверии Орхидеи, оно оно там нету смысла, но в том, как мы разбирали, как мы с вами начали нашу встречу, много смысла. Хорошо, а если я вот выбираю такую форму, это почему? То есть, мне кажется, людям кажется, что они что-то говорят, что что-то я говорю, людям кажется, что они что-то говорят, но по факту там нету крупиц вот этого, вот этой действительности. Как будто не за что зацепиться. Для того, чтобы зацепиться, надо цепляться за себя, но видите, вы когда цепитесь к себе, вы агрессивны к себе, зацепиться за себя, а у вас прицепиться к себе. Что ты ко мне прицепилась? Вот здесь в мышлении должна быть мирность. Многие люди пытаются мыслить, но на самом деле они атакуют как будто или себя, или другого с помощью мышления. Здесь надо выйти в такое сознание, надо пуст мне написать, про сознание Христа, как я называю это. это не про что-то религиозное, это про мирность внутри. Когда ты мыслишь не для того, чтобы доминировать или завладеть, а ты мыслишь для того, чтобы постигнуть. То есть завладеть, атаковать, быть лучше, раскусить, вывести на чистую лоду. Видите, в этом есть такое агрессивное кусание реальности. себя или реальности. А здесь как будто ты не хочешь вот схватить эту бутылку и вот в ней что-то делать, а ты хочешь смотреть на эту бутылку, описывая ее. Вот мышление начинается с описания процесса. Вот как я описывала процесс с вашим вопросом. Видите, там была крупица реальности, но именно анализ и синтез помог это развернуть в красивую историю про понимание. я как будто рисовала картину, да, вот когда я описывала. Это было рисование картины, там не было ничего агрессивного, там было, я как будто из воздуха ткала смысл. То есть это была какая-то мелочь, а я эту мелочь из-за того, что я приблизила вот этот свой микроскоп и рассмотрела и начала доставать как будто из пустой шляпы кроликов и ленты. А это именно постижение смысла. Я была в той же ситуации, я ее описывала. Когда мы с вами уходим в пустословии, там красивые мысли, но в ней они бесплодные, они как мыльные пузыри, ты смотришь на них, они красивые, радужные, потом они лопаются и после них ничего не остается. Так что, мне молчать? Да, да, так что мне никогда не говорить ничего. Я как будто бы понимаю то, что вы говорите и как будто бы я понимаю то, что вы говорите как слова и не понимаю как мое, допустим, сознание делает это совсем по-другому и выдает это за там за мышление, например. Вот как будто бы интересно, я не могу понять, у меня внутри еще что-то происходит, кроме нападения, конечно же, нападение происходит в любом случае, но что-то происходит внутри, я не могу его описать. я думаю, что вы хотите это проглотить, а это должно лежать и на это надо смотреть. Да, 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 вы как будто хотите это применить, поумнеть от этих слов. А здесь видите, для того, чтобы поумнеть, научиться мыслить, надо отказаться от желания поумнеть. Здесь надо постигать суть смысл. Вот можно записать что-то и попробовать понять, какой смысл в этом. Вот эта утилитарность режима выживания, она не позволяет мыслить, потому что я должна получить конфету сразу, я должна послушать и сразу применить. Я не слушаю для того, чтобы менять свою структуру, умнеть, я хочу пользу от этого. Вот эта польза, утилитарность, она и запирает человека в этом инстинкте выживания. У него всё должно быть или палка, или картошка, или бутерброд, или яблоко. Как будто если я не могу это съесть сразу, в один, вот как вы говорили, одним куском, то как будто я отказываюсь тогда от этого, тогда мне это вообще не надо. Я говорю, я это не понимаю. Я остаюсь там же. Да, да, потому что хочется проглотить, как будто бы переживать и выдать. И если ты понимаешь, что сейчас закончится этот разговор, а ты не выдашь, то что-то вроде так и зачем? Ну вот ты вот слушала? Вот так и зачем? Ну, как пишут часто под видео, ну, рассказали вы и что? То есть я, когда рассказываю, я добавляю именно вот эти полутона, нюансы, вот через этот микроскоп я показываю, смотрите, это из этого состоит. И человек, вникая в это понимание, он умнеет, потому что он говорит, у меня телевизор не показывает, а я говорю, смотрите, вот такие там провода, вот такие вот там диоды, лампы и так далее, и так далее. И если телевизор моргает, надо поменять вот эту лампу, а если он шуршит, то вот этот, эту деталь. А человек говорит, мне некогда разбираться в телевизоре, я хочу, чтобы он показывал. А с внутренним миром так не получается. С внутренним миром надо уметь разбираться, надо понимать, как ты устроен. А мне интересно, почему я решила, что я вникла. Я же не вникла. Я сидела, слушала. То есть я, ну, мне для того, чтобы вникнуть, мне надо как минимум это переслушать, записать. Это я, наверное, я сейчас говорю даже немножко в учительском тоне каком-то, но в целом это определённое действие. Но я уже как будто вот идеально послушала, проглотила, переживала и выдохла. Ну, я, например, часто слушаю видео людей, которые меня умнее. Умнее в каком смысле? В какой-то из областей. Я их слушаю, мне вообще нравится умных людей слушать внимательно, потому что я тогда настраиваюсь на эту умность. Вот когда ты слушаешь речь умного человека, в этот момент ты как будто отождествляешь себя с ним. И это как настройка на камертон. Ты как будто выныриваешь из собственного манежа, как вы сказали, и прислушиваясь к их речи, слушаясь у неё, ты как будто начинаешь вибрировать на другой тональности. И это даёт ощущение, что я такой навсегда. а потом выключается этот человек, и я как будто восстанавливаю полностью свою кристаллическую решётку. И мне, например, говоря с вами, легче пребывать в мышлении, чем когда я в одиночестве. Вот я в таком режиме мышления пребываю, когда готовлюсь к лекциям, когда пишу пост, пишу сценарий для ролика. То есть это в этом сложно удержаться. Спасибо, Ольга Федоровна. Устали? Будем завершать? Да, уже и время у нас. Давайте. Спасибо нашим зрителям за то, что вы нас выдерживаете. Тоже немаловажно. Приходите на школу мышления, уже она идёт, но если вы хотите учиться мыслить на маленьких примерах, то ещё можно подключиться со следующей субботы, первую лекцию вышлем вам видео. И ждём ваших комментариев про то, что вы слышали и про новое название вашей идеи. До встречи. Всем до свидания. субботы. Суббота. Суббота.